Докладчик Он будет говорить, как мы можем минимировать исход и увеличивать устойчивость экологии. Спасибо за приглашение. Я буду разговаривать о дигитальных индустрии, только о более широком виде. Мы будем смотреть, что можно делать в нашей позиции. И будем это делать все вместе. Только чтобы дать вам немножко информации о том, кто я и о чем я говорю. Я дизайнер. Я не знаю, сколько дизайнеров тут, но это очень интересное дело. Я очень рекомендую. Я делаю сервисы. У меня нет экспертизы на программирование. Но большинство моего времени, как дизайнер, я смотрю на переходы энергии и политик об этом. И какие операции нужно проводить. я думаю, что мир перехода, мы думаем об этом, что это очень ответвляет от целей. И мне это не очень нравится, и я буду это объяснять, почему мне это не нравится. И я буду объяснять, как мы пришли к этому. У меня дополнительное изучение экономики. И я директор этики дизайна. И какие ответственности в связи с этим. Сегодняшняя позиция, как докладчик, я буду давать аргументы, и они связаны с техническими аргументами. Но я не буду говорить о технике по себе. Я буду говорить в широком смысле перехода. Нам нужно вначале конструкцию дать. Какое у нас сегодняшнее положение? Я хочу говорить о переходе. Вот наша первая цель. Это цель двух градусов. Это значит, что нужно стабилизировать концентрацию углекислого газа в атмосфере. Для того, чтобы стабилизировать эту концентрацию, нам нужно изменение в использовании энергии в энергетической системе. Это значит, что мы можем использовать энергию, которая менее базируется на угле и нефти. Но также этого недостаточно, но нужно также понять, как мы можем сократить использование энергии. Почему мы говорим о теме угля? Просто многие не понимают связь полезных ископаемых с глобальным потеплением. У него есть две специфические особенности. Первая – это в среднем. Это то, что ваша машина, из нее выходят углекислые газы. Если мы хотим делать перемену сейчас или менять политические установки, то только через 20 лет у нас появляется какой-то эффект от этого изменения. То есть в 2040 году мы увидим, что поменялось, какие результаты. То есть, в принципе, мы можем довольно-таки реалистично оценить наши возможности сегодняшние. Нам понадобится 10 000 лет для того, чтобы весь углекислый газ, который мы, так скажем, сожгли, чтобы атмосфера его снова смогла использовать и убрать обратно, чтобы он ушел из атмосферы. Часть углекислого газа, который уже в атмосфере, он пройдет определенный цикл и будет снова стабилизирован, то есть снова идет обратно. Если посмотрим на французский пример во Франции, я говорю с точки зрения французского дизайнера. То есть все результаты, которые у меня есть, это основаны на моей работе во Франции. Франция выбрасывает в атмосферу 12 тонн углекислого газа на человека в год. Я не знаю, в Германии такие же цифры или нет, но что интересно здесь, это то, что цифровая индустрия также выбрасывает большое количество углекислого газа в атмосферу, но также все это связано, имеет динамическую связь между секторами. Я смотрю, как все части паззл связаны между собой. Если мы хотим достичь цели Парижского соглашения, стабилизировать количество углекислого газа в атмосфере, то есть нам нужно сократить на 10 тонн на одного человека в год. Здесь концентрация немного преуменьшена, потому что расчеты, они довольно-таки оптимистические. То есть можно посмотреть, какая ответственность лежит на мне, как на индивидууме, чтобы достичь этой цели. И вопрос, реалистично ли это, сделать такое индивидуальное изменение. Я могу сделать только 1 четвертую часть всех усилий, которые необходимы для этого. То есть все аргументы, что каждый индивидуально может что-то поменять, все это полная ерунда. Потому что все остальное – это 3 четвертую. Индивидуальная часть – это 1 четвертая от сокращения углекислого газа. То есть нам нужно меньше транспорта, меньше углекислого газа, выбросов углекислого газа в агрикультуре, транспорте и так далее. У нас есть такой парадокс. Каждый индивидуум, каждое индивидуальное изменение необходимо, но этого недостаточно. Какие у нас цели перехода? Когда мы смотрим на оставшиеся тонны углекислого газа, которые у нас еще есть, в цифровом виде мы должны поделиться этими целями. Какие у нас итоги? В 2019 году 3% потребления энергии в цифровой индустрии – это первоисходная энергия. Это все, что нужно, чтобы транспорт работал. И в соответствии с этим почти 4% всех углекислых газов, которые выбросаны сейчас, мы должны посмотреть, как это будет меняться в будущем. В цифровой индустрии потребление энергии растет с 80-х годов. 9% за год рост. И это, конечно же, связано с газами, которые влияют на нашу природу. 5% этой энергии будут в 2025 году. И выбросы такие большие, потому что они не могут быть поглощены… они не могут быть поглощены возобновляемой энергией. Если я посмотрю более близко на энергию, если посмотрите на эту картинку, это средние по всему миру, средние данные, почти 50% энергии используют для производства. А остальное для того, чтобы использовать вещи и поддерживать их работоспособность. В нашей методологии расчетов у нас есть 3 места, на которые мы смотрим. Дата-центры, какие связи и эквипмент для потребителя. Если посмотрим на эквипмент для потребителей, то здесь… Если вы покупаете смартфон, то 90% энергии будет использована на производство. Главное влияние цифровой индустрии основано на производстве какого-то сооружения, каких-то приборов и также потреблении электроэнергии. Дизайн, конечно же, занимает малую часть по сравнению с большими долями первого и второго пункта. Но нам нужно все равно сделать синтезис, подытожить это. Это инфраструктура, которую мы используем. Я был частью этого темы, который занимался обосмотром в интернете этого. И 60%… 20%… 60% это онлайн-видео и вот статистика. Факт это, что Netflix 150 миллионов пользователей в интернете, он соответствует 15% всего трафика в интернете. И это началось с началом стриминга сервисов 10 лет назад. Но я хочу продискутировать этот график. Это не показывает эмиссию и загрязнение природы. И данные, если данные начнут гораздо меньше пачкать природу, у Netflix очень классная инфраструктура. И это не показывает этот график. Как мы будем обращаться с этим? Мы знаем последствия и как мы будем обращаться с этим. Вначале мы будем говорить о интернете и инфраструктуре. Когда инфраструктура пришла в современный повседневный мир, это тогда уже знали, что это будет глобальная деревня из этого растения. И цифровая индустрия гипер материализовалась. Она очень много ресурсов требует. Воды, нефти. Для такой юной инфраструктуры мы не можем оцифровать последствия. Говорить о глобальной деревне – это очень агрессивная вещь. Как мы будем имплементировать инфраструктуру? Если мы хотим посмотреть, как будет развиваться инфраструктура, нужно будет это… И нужно понять, что две вещи, которые мы говорили об этой индустрии, большинство пользы, они… Они… С первоначально… У них высокие потребления энергии. И это видно в Netflix. Netflix – один из самых больших data movers в интернете. Но если кто-то может полторы миллиарда пользователей… У них нет много энергии. Угу. Удивительно, чтобы импланировать людей и смотреть больше, чтобы создать интеракцию автоплей. Удивительно, чтобы люди дают интеракцию автоплей, когда пользователи начинают смотреть параллельно несколько видеороликов, это не включено в эту статистику. Но это тоже влияет. Нужно посмотреть внимательно на Netflix. Если это сделать, то Netflix установили очень эффекциентную сеть видеороликов. и большинство часть никогда не будет в интернете показываться. Redbox – это сервер из Netflix. И этот сервер, который мы здесь видим, это категоризирует весь каталог. И это часть инфраструктуры, которая позволяет, чтобы трафик не ходил в другую часть интернета, но только через эти приборы. И это очень эффициентно. И Netflix собирает и если Netflix действительно в интернете. Давайте посмотрим на тот способ, как мы смотрим на дизайн сайтов и приложений. Кто-то дает вам деньги и цели, и какие-то индикаторы, цели. Я хочу, чтобы столько людей использовало, например, это приложение, для того, чтобы достичь этих целей. С моей точки зрения, кто-то платит деньги для того, чтобы данные продвигались дальше. Но в этих рамках, если мы подумаем, когда мы зададим себе вопрос о ресурсах и энергии, если мы зададим этот вопрос, то это возможность создавать устройства, которые эффективны в плане использования энергии. То есть цель добавить приборы, которые более эффективны в плане использованной энергии. А второй момент – это использование этой энергии. Если поглощение энергии каждый раз возрастает, то эффективность очень невысокая. Нужно смотреть на ресурсы с точки зрения дизайнера. Вы можете, например, как дизайнер, я могу спросить, вы можете мне сделать сайт для… Сделать сайт за два часа. Никакой дизайнер это сделать не может. Никто не может ответить на этот вопрос, потому что вопрос энергии никогда не стоял. То есть, как я это понимаю, дизайн с незабыванием энергии, это незабывание выхлопа углекислых газов. И я могу составить план, сколько я потребляю денег на это, и после этого уже все остальное. И это очень несправедливо, потому что если у меня есть… Можно составить отличный сайт, который будет очень много… Углекислых газов выбрасывать. Нужно начинать с энергии, потому что энергия, она справедлива с какой-то точки зрения. И после этого… Если потребление снизить, то снижается после этого и сам выброс. Я сделал один веб-сайт, и я после этого начал понимать, что моя веб-страница употребляет один киловатт за час. Один киловатт за час. За тысячи гостей посещений. И нужно трафик ограничить. Как только пять тысяч посетителей будут, а недостаточно… Мы можем просто сократить. Когда появится пять тысяч, тогда более… система не будет допускать большее количество посещений. Это приложение, которое показывает количество данных, которое переходит в разных направлениях, и количество энергии, которое поглощается определенными устройствами. И также здесь показывается, куда эти данные уходят. И также он переводит эти данные или количество энергии в километры, которые могла бы проехать машина. То есть это приложение показывает влияние цифровой индустрии, прямые последствия. Чтобы сделать энергетический бюджет, нужно три вещи. Описать инфраструктуру энергии, откуда приходит энергия. Это очень важный момент. А также задуматься о цифровой инфраструктуре. Нужно определить, в какой территории вы работаете, в какой цифровой территории. Вы не можете работать глобально. Нужно знать точно, какое влияние, какие последствия имеет ваша работа. какой трафик у вас есть. Нужно подумать, сколько трафика необходимо для определенной цели. Хороший пример, это Low-Tech магазин. Мы вначале журнал. Мы вначале поставили телефон и после этого цифровую инфраструктуру с помощью Raspberry Pi. и я не смотрю на трафик, но это еще будет. Вот вид примера, который я хочу показать, потому что территория это вы не начинаете начинать дизайн без идеи, что это должно быть. Вот пример, который еще дает погоду на следующие дни в Парселоне. И потому что я говорю о Low-Tech, я хочу еще показать, какая разница между Low-Tech и High-Tech. И я занимаюсь антропологией техники, и я был шокирован, что такое Tech. Что это означает? Технология, техника. никто это не объясняет. И нужно сказать, что если мы говорим о High-Tech, как High-Tech, как в Silicon Valley, мы говорим мы различаем между High-Tech и Low-Tech. Low-Tech. Но с другой стороны, когда вы думаете, говорите о Low-Tech, мы говорим о технологии. Вы не можете говорить о технологии, не имея в виду инфраструктуру, но вы как вы хотите держать в состоянии дуэк, не имея в виду инфраструктуру, но мы говорим о том, что пока мы были заняты добыванием нефти никто не задавал себе такие вопросы. Вот все с моей стороны точки зрения насчет антропологии. в других странах мира, особенно в Кубе, где люди приходят в офисы и смотрят один терабайт всяких данных и платят очень мало денег за это. в Синдзяе очень интересно. Они не имеют доступа к мобильной сети и они вместо этого пользуются мотоциклами, которые снабжены и они вместо этого пользуются и трансмиттерами и таким образом они занимаются обменом данных. и также в Бруклине люди сами свои сети могут составлять ассоциация интернет-провайдеров во Франции, тоже хороший пример для этого. Вот мой контекст для цифрового дизайна. Мы начнем с самой середины. это эта материализация это единственная причина почему я делаю этот доклад. Вы не можете ставить этот вопрос. Первый шаг это всегда делать материализацию, чтобы понять, что есть последствия и есть последствия территории, где ваши данные находятся и есть кроме этого глобальные последствия. После этого нужно объяснить понятие, определить понятие территории. У нас был миф глобальной деревни и мы никогда не понимали как это относится к веб-сервисам. как ЛОТЕК магазин было акцентом Барселона и играть с этим. Также вы должны понимать, что мы работаем на планетарных размерах. Нам нужно понять эффект цифровой индустрии на глобальных размерах. наше влияние цифровой индустрии меняются постоянно и меняют также наше представление о том, как мы думаем о сервисе. Где есть материализация, там эффект скрыт, или территориализация скрывает этот эффект. Я бы хотела закончить с помощью этой картинки. Это был страйк в связи с реформами пенсионной системы. Страйк поменялся в последние дни демонстрации. Было много страйков, например, юристов и пожарников в связи с кризисом финансовой системы. Балерины делают представления перед теми людьми, которые страйкуют. Это создает красоту и возможность. И также помогает нам представить, как можно изменить систему и симулирует наше воображение. То есть цель была создать какие-то возможности и новые представления. Спасибо. Готье, спасибо вам большое. У нас есть пять времени для вопросов. Пожалуйста, берите микрофоны. Есть ли вопросы из интернета? Нет, нету. К микрофонам. Номер три. Я попробую. Я долго смотрел, как новое движение относится к индустриальной революции, индустрии, которые больше к интернету относится к искусственному интеллекту, что с этим связано и что ожидать от этого. И я удивляюсь, есть ли движение, которое в другую сторону послала пользователи, меньше, чтобы они пользовались меньше смартфонов и больше ходили в библиотеку или в местности хакеров, чтобы люди не пользовались все время мелкими своими приборами, и чтобы они занимались экспансией. я могу из Франции вам дать пример. Я только могу говорить об этом. Очень ключевая вещь это драматическая это 5G. С 5G начнут появляться автономные машины, видеоролики, и это массификация 5G это не хорошая отношение и самая большая телекомпания Orange во Франции. Внутри этой компании был спор, потому что инженеры не хотели разработывать этого или пользоваться этим. и во Франции мы видим, что люди начинают появляться законы в парламенте, которые относятся к этому, но предприятия во Франции сказали, что они не могут бесконечно заниматься этим, потому что начнут экологические проблемы появляться. И нужны новые цифровые стратегии, которые очень далеко будут находиться от индустриальной революции. Пока это о сопротивлении и остановлении нового потока появляющейся технологии и остановиться в специфической точке, которая это 5G и там остановиться. И нам нужно понять, что мы хотим от цифровой революции. И как для кого мы хотим пойти? У нас есть время для еще одного вопроса. Привет. Я думал, эта территориализация очень интересна. Я хочу понять, есть ли примеры, какие вы сделали по-другому, как бы вы отменились к этому. Есть три проекта. Первый проект я не происхожу из большого города, я из маленькой местности. И я всегда спрашиваю себя как в стране большой территории к этому относятся. И я хочу открытый темплейт открытый и просветить. просветить, чтобы как можно пользователи могли прочитать. А во-вторых, я хочу для low-tech как как можно еще подумать о цифровых картах. Google Maps очень эффициент, но есть очень много разных видов пользования картами, что нужно еще раз по-другому посмотреть на этот вопрос. Есть четыре разных вида ориентация, моделизация карты, корень, давайте не обязательно показывать карту. Не обязательно показывать карту, чтобы объяснять, куда задать, куда следующий шаг, где он будет находиться. Нужно посмотреть, как можно минимировать энергию на самую низкую ступень. У меня есть примеры, но я их пока еще не могу показать. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok